Досадная, это какая-то помарка, что ли, в нашей работе. Узнав о побеге фигурантки, в Иваново срочно вылетел подполковник Егоров и вынес вердикт. Или в течение трех дней найдут беглянку, или каждому грозит уголовное дело за халатность. Да. Простите. Да. Товарищ полковник, оперативная группа, по вашим показаниям, перевернули весь город. Но Инна Калинина словно провалилась сквозь землю. Просто по рассказам коллег было ощущение безысходности на какой-то период. Надежда забрежала лишь на исходе третьего дня. Поступила информация. В одном из домов квартиру сняла девушка, похожая на Калинину. Но как проверить, вдруг опять не она. Позвонили в квартиру ниже этажом. Грозно представились. Мур. Заспанный гражданин открыл дверь и тут же получил инструкции. Видишь, что в майке, в трусах. Все, иди, звони, стучи, что ты заливаешь. Уловка сработала. Когда оперативники вошли в квартиру, Инна уже собиралась покинуть Иваново навсегда. Парочку Калининых допрашивал сам заместитель начальника Мура Егоров. Доставал ниточки, до всего. Он мог спросить все то, что ты иногда просто не подготовишься к этой ситуации, не предусмотрен. Слушая омерзительные откровения Калининых, подполковник Егоров никак не мог понять, как хватало совести отнимать самое святое, ордена. Чужую память о пролитой крови, о войне, о победе. В эти дни на улицах города можно было встретить съехавшихся отовсюду боевых офицеров, генералов. Георгия Никитича Холостякова Калинины увидели в газете «Вечерняя Москва». Адрес узнали в Мосгорсправке. Но сразу же поняли, обдурить вице-адмирала не получится. У того острый ум и стальная хватка. Через несколько дней явились с утра пораньше, готовые убивать. Преступники даже не догадались. В квартире есть еще один человек. Внучка Наташа, которая спала в соседней комнате. Девушке повезло. Убийцы спешили. Они даже не стали снимать. Легали эти мундиры. Они забрали мундир и убежали. Уходя, Геннадий прихватил пару хрустальных вазочек. Не для имитации ограбления. Просто понравились. Мы уже изобличили преступника. Изъяли вещественные доказательства. Ни у прокуратуры, ни впоследствии у суда никаких вопросов по доказательной базе уже не возникало. Убийца запер квартиру, а ключ унес с собой. Легендарный фронтовик умер не сразу. Его могли бы спасти, но дверь оказалась закрыта. Геннадий Калинин был приговорен к высшей мере наказания. Его жена и подельница Инна к 15 годам лишения свободы. Супругов Холостяковых похоронили на Кунзовском кладбищу. Георгий Никитич Холостяков, вице-адмирал, которым гордилась страна, прожил нелегкую жизнь. Был в плену белополяков. Пережил несправедливый срок в советских лагерях. Вместе со всем народом победил в войне. А погиб не на поле брани, а в собственной квартире от рук подонков. Защищая свою честь, свои ордена. Потому что такие награды не давали просто так. Подполковник Егоров был награжден своим первым орденом, Красной Звезды. Позже у Анатолия Николаевича появятся и другие заслуженные награды. Впрочем, это уже совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Через минуту на НТВ Только документы и только факты. Дело, которое потрясло страну. Их называли спецагентами. Они называли себя санитарами. А-а-а! Они уверены, за их спиной государство. Отдать все силы делу коммунистической партии. Клянемся! Их работа нужна Родине. Готов в составе сил ООН тушить пожар войны. Страшный порядок на улицах целого города. Цепью от велосипеда. Ему по лицу хлистали крест-накрест. На кого они работают? За что убивают детей? Это ужасно. Фильм из цикла «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Заговорщики. Смотрите прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этот раз только документы и только факты. Граждане и судьи, я прошу вас смягчить мое наказание. Это история. Любым трудом искупить свою вину. Не лишайте меня жизни. Самые громкие преступления советской эпохи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 77-й год. Пермская область. Город Кунгур. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ранним утром, недалеко от старого карьера, случайный прохожий наткнулся на обгоревшее тело. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завернутые в половики останки девочки-подростки. Запах бензина не оставлял сомнений. Произошло жестокое убийство, после которого труп попытались уничтожить. Галина Аркадьевна, в ту пору школьница Галя, одна из первых оказалась на месте жуткой находки. Я почему-то сразу же почувствовала, что это кто-то из наших. Галина Комарова в 77-м году, учащаяся восьмого класса. Школьница не решалась приблизиться к останкам. И тут Галя заметила деталь, которая заставила ее похолодеть. Вот тут она лежала, а я стояла вот здесь. И страшно, и жутко. И вдруг я смотрю, свитер. Это же Надин, свитер. Галя первой опознала убитую. Это невозможно описать словами. Когда знаешь человека, и вдруг видишь в гореть шеетельце, которая вчера еще говорила, ходила, смеялась. Это ужасно. Погибшей оказалась восьмиклассница Надя Панова. Эксперты установили. Сначала ее задушили, а затем попытались сжечь. Но перед этим жестоко изнасиловали. Тогда еще никто не знал. Кошмар только начинается. Следствие соприкоснулось со страшной тайной, которая уже полтора года будоражила маленький уральский город. Кунгур. Небольшой город в Пермской области. Говорят, его название в переводе на русский означает ночлег в пещере. И действительно, Кунгур знаменит своей ледяной пещерой. Она шестая в мире по протяженности среди гипсовых пещер. И первая в мире по красоте. В советские времена посмотреть на природное чудо приезжали до 200 тысяч человек в год. А сколько легенд сложны об этом месте. А это камень грешников. Или чертов коготь. Мимо него ведет тропа обреченных. Если по ней пройдет человек, совершивший смертный грех, камень непременно обрушится на него. В середине 70-х в Кунгуре появилась еще одна страшная легенда. О группе ликвидаторов, которая хозяйничала на улицах города. К сожалению, в основе этой легенды лежали реальные события. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коля с малых лет мечтал служить в десанте. Но судьба в виде военкома распорядилась иначе. Николай очутился во внутренних войсках в закрытом городе Челябинск-70. Именно там состоялось роковое для молодого солдата знакомство. Сослуживец Коли, Юрий, резко отличался от остальных новобранцев. Он никого и ничего не боялся. ВЫСТРЕЛЫ Сразу с одного раза вырубал мужчину. Представляете, какая сила была. ВЫСТРЕЛЫ По секрету Юрий рассказал Николаю. На самом деле он сотрудник комитета госбезопасности. Секретная боевая машина КГБ. Впереди финальный этап подготовки, после которого Юрия забросят за границу. Коля слушал приятеля, открыв рот. Спецшкола КГБ, запрещенные приемы боевого самбо и карате, далекие экзотические страны. Видения сменяли друг друга. А Юрий добавил, я вижу, ты свой человек, я похлопочу за тебя. А заодно возьмусь за твое обучение. И Николай, который с запоем читал детективы, искренне поверил. Он может быть вот таким крутым. Галина Пахолова. В 70-е годы старший следователь Кунгурской городской прокуратуры. Таким сильным, волевым служителем разведки. Коля даже не предполагал, чем обернется исполнение этой мальчишеской мечты. Прошло больше года после армии, и вот Николай получил долгожданное приглашение от Юрия. Молодой человек без колебаний отправился в чужой город, чтобы стать суперагентом. 76-й год. Пермская область. Город Кунгур. Зимой по Кунгуру прокатилась серия жестоких преступлений. Неизвестные поодиночке или вдвоем подходили к людям и без всякого предупреждения избивали их. Ломали носы и челюсти, наносили тяжелые увечья. Советские граждане не спешили обращаться в милицию. А когда обращались, милиция их не слушала. Твор. Традиционное место для прогулок детворы и распития горячительных напитков. Здесь почти всегда есть место, где можно сервировать. Скамейка, на которой можно разложить закуску, плавленые сырки, волна, дружба, кильку в томатном соусе. Пить без закуски в те годы дурной вкус. Даже для тех, кто предавался этому занятию ежедневно. Разрешите? Не-не-не, что вы, что вы, я в завязке. Граненый стакан. Говорят, его дизайн придумала знаменитый скульптор Вера Мухина. Да-да, та самая, что создала рабочего и колхозницу. Кстати, такая форма не просто дань искусству. В тот период советские инженеры разработали первую посудомоечную машину. Так вот, граненый стакан был рассчитан специально на ее зажимы. Тогда думали, это чудо техники появится в каждой семье. Этого не случилось. Зато граненый стакан был действительно в каждом доме. В тот день в одном из дворов Кунгура сидела веселая компания. Олег, домой! Но такое веселье не может продолжаться долго. В тот вечер проводить друга до дома вызвался Сергей. Когда он возвращался назад, то случайно задел плечом какого-то парня. Реакция последовала моментально. Сергей упал. К его обидчику подошел еще один парень. Чего ты стоишь? Бей! Так он же лежит! Да это падаль от ребия! Бей, говорю! Они называли себя санитарами. Что они... Ну, и уничтожает людей не лучших. Сергей потерял сознание. В себя он перешел уже в вытрезвители, куда его доставил милицейский наряд. Стражи правопорядка и слушать не хотели каких-то мстителях-чистильщиков. Все и так ясно. Напился и с кем-то подрался. Дело житейское. Всего за несколько месяцев 76-го года в Кунгуре набралось несколько десятков подобных житейских дел. Но милиция не искала преступников. Были допущены просчеты работниками городского отдела внутренних дел Кунгурского. Владимир Сиземин. В 70-е годы заместитель начальника уголовного розыска УВД Пермского обл.исполкома. Не было своевременного реагирования на те обращения, которые были от граждан. Кровавый ужас на улицах города только начинался. Перебравшись в Кунгур, Николай устроился работать кочегаром на хлебокомбинат. Уже через пару недель Юрий взялся за обучение приятеля. Правило номер один. Не выделяться. Будущий агент КГБ должен слиться с толпой. Мужская мода середины 70-х. Это рубашки-батники. Это расклешенные брюки и приталенные пиджаки с широкими бортами. Это туфли на каблуке. Кремплен. В те годы химическая промышленность переживала бум. Искусственные ткани пользовались бешеной популярностью. Еще каких-то 10 лет назад модно одетый мужчина вызывал раздражение и негодование общественности. Ишь, вырядился. Пижон. Но уже в 70-е мода вырвалась из-под партийного контроля. Чтобы не выделяться, нужно было выглядеть как все. Брюки-клеш. И хорошо бы олимпийку. Но Николай не хотел выглядеть как все. С одной из первых зарплат он купил себе кожаный плащ. Почти униформа для будущего агента КГБ. Юрий велел называть себя наставником и без колебаний выполнять все приказы. Скажу ударь, подойдешь и ударишь. Скажу убей, подойдешь и убьешь. Он нам объяснил, что мы ведем борьбу с пьянством. Вот этих пьяниц избивать, убивать надо, все прочее. Очищаем общество. Иван Мехряков. В 70-е годы начальник уголовного розыска ОВД Кунгурского горосполкома. По приказу Юрия Николай у себя на работе сделал несколько кастетов, а также жуткое оружие. Плети из велосипедных цепей. Парень без колебаний отправился на улицу, чтобы испытать новое оружие в деле. Пойти в город. Любой житель Кунгура знает, это означает отправиться в центр, в историческую часть. Здесь когда-то стоял Кремль, а теперь находится Соборная площадь. Кунгуряки, именно так называют себя жители города, любят гулять в центре. Красота, тишина, спокойствие. Но в 77-м году люди стали побаиваться вечерних прогулок. В народе ползли слухи, почти каждый вечер кто-то на улицах города калечит людей. А когда жертвы оказывались в больнице, никто не торопился заводить уголовные дела. Что случилось? Шел. Что шел? Как шел? Ну, упал, поскользнулся, как в фильме. Очнулся гид. Боже, заявляйте, нет. Тренировки секретного спецотряда продолжались. Наставник показывал, как правильно сбить человека с ног, куда нанести первый удар. Но однажды он приказал, достаточно избивать беспомощных пьяных. Теперь возьмемся за более сложные задачи. И сегодня не забыто в Кунгуре древнее гончарное дело. Кунгурский завод художественных изделий. Он существует с 1929 года и был основан под названием Артель имени 18-й партконференции. А вообще гончарный промысел существует в этих краях аж с 17 века. Вазы, кашпо, кружки, супницы, не говоря уже о сувенирах. Продукция Кунгурского завода расходилась по всей стране. Красота. Здесь работали и работают настоящие художники. В те времена их труд неплохо оплачивался. В день зарплаты и произошла очередная трагедия. Анатолий Погорелов был ветераном войны и производства. До пенсии оставалось полгода. В тот день, получив зарплату, Погорелов торопился домой. И вдруг ему наперерез шагнула какая-то фигура. Ты что делаешь? Незнакомец принялся пинать и топтать Погорелова. В последний момент перед глазами ветерана встала подзабытая картина. Фашист, я сволок! Но это был не фашист, а простой советский парень, который в тот момент был уверен, он делает правое дело, выполняет секретное задание КГБ. Тело ветерана Погорелова обнаружили только на следующий день. У него на лице не было вообще живого места. Лицо было полностью в смятку. Анна Шевчук, жительница города Кунгур. Страшно смотреть, а голова раскололась, прям как арбуз. Создавалось впечатление, кто-то жестоко отомстил Погорелову. Сыщики искали убийцу среди знакомых и коллег ветерана. А сын у него был пьяница. Так его так трясли, что всю душу вытрясли из него. Но версия причастности сына не подтвердилась. Деньги, которые были у ветерана с собой, исчезли. Следствие пришло к выводу, произошло ограбление. Не бойся никого и ничего, так учил наставник Николая. Если хочешь убедить человека, смотри ему прямо в глаза. Юрий вырабатывал у Коли навыки гипноза. Про себя юноша прозвал самый эффектный из приемов зверским взглядом. Был такой взгляд, такой сведенный переносице, достаточно брутальные такие манеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ха! Каратэ. Путь пустой руки. Холодное оружие здесь не используется, но от этого приемы не становятся менее опасными. Ха! Каратэ. В 69-м в СССР была зарегистрирована первая школа каратэ. Уже через пару лет их были десятки. А в 73-м все школы прикрыли. Но изгнать восточное единоборство из страны чиновникам не удалось. Подпольные клубы росли по всей стране. Мастеров не хватало. Обучались по переписанным от руки книжкам или фотокопиям. Чаще всего занятия проходили в подвалах ПТУ или техникумов. Ни о каком татаме и речи не было. Так, бетон или плиточный пол, в лучшем случае, деревянный старый паркет. На тренировках порой случались и серьезные травмы. Юрий, наставник будущего спецагента КГБ, хорошо владел приемами запретной борьбы. Чрезвычайно жестокий груб, это в нем была характерная черта. Поэтому для него не было никаких препятствий. Вскоре Юрий привел еще одного ученика, юного Женю, которому едва исполнилось 16. Тот смотрел на наставника влюбленными глазами и выполнял все его приказы. С электрички на ходу прыгать тренировал. Будущие разведчики учились метать ножи и даже ездить на мопедах. Парни попросту угнали их. На робкий вопрос Николая о краже наставник сурово ответил. Тренировки должны быть как в жизни. Все агенты КГБ именно так и готовятся. Кунгур стоит на берегах двух рек. Сылвы и Ирень. Сюда частенько приходят влюбленные. Посмотреть на красоту. Помечтать о чем-то хорошем и добром. Но троица парней, которая появилась здесь в один из зимних дней 77-го года, мечтала о вещах, несовместимых с добром. Именно на этом месте все трое принесли друг другу клятву верности. За ее нарушение полагалась смерть. Юрий достал острый нож.